Друзья мои, всем привет! С вами Олеся. Мы сегодня приехали погулять в потрясающее, прекрасное место Лаги Демонтики в регионе Базиликата. Так, ну что, мы шли по этой дорожке, шли-шли и пришли. И здесь, как в сказке, да, направо пойдёшь, налево пойдёшь. Мы хотим пройти к монастырю, но тут развилка, и она предлагает вот гонфиабели. Поэтому понятно, что сейчас наши планы с мужем могут резко вломаться. Никто уже не пойдёт в Ба-Ди-Асан-Микеле, никто уже туда не пойдёт, а все пойдут на горочки. Гонфиабели, это итальянцы называют так, всякие вот такие надувающиеся, надувные аттракционы для детей. Здесь какой-то ресторан, ресторан-то Казетта Альпина. Ну что, друзья, мы поднялись, поднялись к монастырю. Фу, если честно, я немножко запхалась. Сегодня четверг, без пяти минут два. Опоздали мы, чтобы пройти в музей. Так, меркалюзи, джурадей, сабаду, среда, четверг и суббота с девяти утра до часу тридцати. Последний вход в 13.00. То есть мы опоздали. Внутрь в музей мы не можем зайти, но мы можем погулять вокруг, посмотреть. Смотрите, какой вид отсюда открывается. Обалдеть. Отсюда видно оба озера. Наверное, из окон монастыря их еще лучше видно будет. Да! Иду! Я все наслаждаюсь видом. Там люди обедают, работники. Мы поднялись к монастырю. К сожалению, он наверняка будет закрыт. Так что, кто поедет на эти озера, обязательно смотрите время работы монастыря. Потому что жалко побыть в таком месте и не попасть в единственную достопримечательность, которая тут есть. Там и грот какой-то, и церковь, и еще что-то. Когда мы добрались до монастыря святого архангела Михаила, к сожалению, музей уже был закрыт. Однако, можно было зайти в монастырь, и главное, зайти в церковь с гротом, которая находится на самом верхнем этаже здания. Итак, аббатство Сан-Микеле Аркангела – это жемчужина этого места, которую обязательно нужно посетить, если вы поедете отдыхать сюда, вот на лаге Демонтикио. Монастырь – это старинное здание, и оно выделяется среди зеленых гор ярким пятном, благодаря белому цвету стен. Его можно увидеть снизу, с берега малого озера Лагу Пикколо Демонтикио. Строительство монастыря датируется восьмым веком нашей эры. Он был возведен вокруг пещеры, вырытой в туфе. Когда мы ходили вокруг и были внутри, муж все время задавался вопросом, интересно, как его построили, интересно, как это тут вот там внутри, есть ли тут помещение, или это все гора. То есть там так вот непонятно, как-то гора перетекает вот в это аббатство. За свою историю аббатство переходило к бендиканцам, капуцинам, которые, кстати, тут основали еще библиотеку и шерстяную фабрику. В 1782 году перешло аббатство к военному ордену Константиниана, который владел им до 1866 года. Сам комплекс состоит из многоэтажного женского монастыря, церкви XVIII века и часовни Сан-Микеле. Монастырь был возведен на месте существовавшего здесь ранее древнего скита. Одно из самых интересных помещений комплекса — это церковь, которая находится на верхнем этаже здания. Алтарь церкви утопает в гроте, и это производит такое неизгладимое впечатление. Это настолько необычно и интересно. С одной стороны получается этот грот, алтарь, белые стены, деревянная крыша, и потом вы так разворачиваетесь спиной к гроту, и с другой стороны вы видите огромные панорамные окна, из которых открывается изумительнейший вид на утопающие в зелени горы и два изумрудных озера в потухшем кратере древнего вулкана. Грот Дел'Анджело посвящен святому Михаилу. Он украшен фресками середины XI века, и когда-то именно в этом месте собирались для молитвы, жившие тут при монастыре итальяно-греческие монахи. Грот был освящен в 1059 году папой Николаем II. В нем хранятся драгоценные византийские мозаики и небольшая естественная купель у стены. В ней есть святая вода, в которую верующие обмакивают кончики пальцев или носовые платки. Кроме монастыря святого архангела Михаила, здесь также можно посетить исторический национальный музей в Ультуре, в котором можно узнать про 750 тысячелетнюю историю этого вулкана. Представляете, какой он старый? Также можно узнать про растения и животных этого места, в том числе про редких бабочек Брахамея Европея, из-за которых вот в этом месте вокруг маленького озера Лагу Пикколо-Демонтикио был основан региональный заповедник. Именно для того, чтобы защитить вот этих вот редких ночных бабочек. Мы, кстати, самих бабочек не увидели во время нашей прогулки, но мы видели огромных гусениц. И, возможно, как раз вот из этих гусениц и получаются потом вот эти вот бабочки Брахамея Европея. Также в музее можно узнать про жизнь исторических людей в этих местах. И еще здесь можно посетить остатки замка Мантикио. Это ряд укреплений, которые возводили для защиты в этом месте, в донормандскую эпоху. Этот вот замок – один из старейших замков в этом районе. Он был запрошен жителями из-за землетрясений и оползней еще в средние века. Мы решили оставить музей и замок на следующий раз, на нашу следующую поездку. Обязательно их посетим. Ну, а в этот раз мы просто побыли в этой интересной церкви, полюбовались на живописный вид из окон. И нам уже пора было спускаться к надувным горочкам, потому что Розалия уже очень-очень хотела туда пойти, поиграть, покататься. Ребят, мы спускаемся. Сейчас я вам покажу, как выглядит подъем этот. Тут даже есть преграды. Мы уже прошли за сегодня 6600 шагов. Но я мужу говорю, что вот эти, которые в горку из горки, можно умножать на два. Я даже не снимала ничего, когда мы шли наверх, потому что мне это было физически тяжело просто. Видите, вся красная. Прямо вот такая отдышка такая. Потому что давно я ничем не занималась. Сегодня, конечно, мы просто великолепно поработали ножками. И я прям получила такой заряд позитива и много эмоций, много новых впечатлений. Я очень люблю ездить в разные места, смотреть новые города, архитектуру, природу. Я сегодня просто получила такой эмоциональный, красочный взрыв. Класс! Я прям зарядилась надолго. Давно у нас не было никаких поездок никуда из-за этого всего карантина, из-за коронавируса. Мы очень долго были в заперти. И нужна была такая какая-то поездка в какое-то необычное место. И это было для юга Италии. Это было очень даже необычно. Да, это не Апулия. Это мы в Базиликате сейчас находимся. Кстати, Апулия и Базиликата, они... У них границы прикасаются. Я думала, что мы прям из Апулии едем в Базиликату. Но сюда мы ехали через другой регион. Так, мы у самого подножия тут горы. Засели в ресторане. Значит, смотрите, что почем. Они делают пранзо-комплета, то есть комплексный обед, да. Можно выбирать. Можно выбрать несколько видов пасты. Например, Рекиетти Альпина или Пенетти Боскойола или Лазанья Альфорно. Все, я дай свою бренду. Потом можно из второго секунда, да, здесь Вителло Альфорно, то есть мяско. В печи рыбку. Я взялась и рыбу, муж взял мясо. Или Кастата Димаяли. Также можно взять картошку с салатом. Мороженое, вино, вода, кофе. В общем, выбирайте из этих опций. Если брать еще закуску, то будет меню это 20 евро. Если брать без закуски, то 15 евро. И также есть детское меню. Это паста с помидором, котлета, пататины и мороженое или напиток. Короче, мы уже заказали. Сидим и ждем. А Розалия пока вот на горочке. Здесь у них такие есть надувные две горочки. И вот Розалия наша. Вот сейчас она поедет. Ну давай, дочечка, едь. Видите, вон съехала. Так что мы сейчас немножко передохнем, покушаем. Розалия попрыгает. И потом можно будет идти обратно к лодочной станции и машинке. Так, на одной уже попрыгала Розалия. Теперь пойдет на другую. Вот там еще есть. Сколько делал? Сколько делал ребенку? Сейчас напрыгается. Как раз к этому времени обед подоспеет. Так, ну что, к нам первое блюдо приехало? Брускетта, видите? Такой бутерброд с помидорчиком, с оливковым маслом, с ориганой и солью. И венчик нам принесли. И что-то они прямо, ну, не пожадничали, не пожадничали. Нам на двоих вот такую, я не знаю, сколько здесь. Кстати, это какое-то местное вино. Сейчас попробуем. Что? Тебе нравится, да? Сейфеличи? Розалия сегодня царь горы. Все для нее. Это наше второе. У меня рыбка. В панировке. Выглядит отлично. Пахнет еще лучше. Муж взял маяли. Это свинка. Видите, какая замеченная тоже красивая у него. Так, единственное, как-то надо разолью и снять горочек. Я ее немножко покормила макаронами, потому что ее просто невозможно оторвать от горок. Там пришли внуки хозяина, и они играют все вместе. В общем, это целая проблема, ребенка накормить. А я, пожалуй, поем. Все так вкусно пахнет, девчонки, мальчишки. Ой, красота. Боно? Ага. Мы сейчас сидели с мужем и разговаривали с хозяином этой всей структуры. Он рассказывал о том, как ему помогают в продажах вот эти вот надувные горки. Действительно, когда идешь, первая вещь, которую ты видишь, когда вот заходишь в этот перекресток, ты видишь вот эти вот горки. И, конечно же, если идут люди с детьми, они просто обязаны здесь остановиться. Или остановиться здесь на обратном пути. Я, кстати, спросила у него по поводу проживания. Вот он рассказал, что в ту сторону, там есть буквально в 300 метрах от озера, есть какая-то вот альберго, да, гостиница. Причем он сказал, что цены там хорошие, но невысокие. И при этом есть два бассейна. То есть отдыхать можно и приходить сюда вот гулять. Но место, конечно, классно. Сидим мы с мужем, наслаждаемся. Пообедали кое-как, Розали. И запихали немножко макарон, немножко мороженое, много воды она выпила. Ну и все. И вот ее невозможно снять с горки. Она сидит там с детьми хозяина. Прямо не знаю, как мы ее будем отсюда забирать. Но мы еще немножко посидим. И пора уже будет отправляться вдоль озера к машине. Я, в общем, попросила капучино, но мне объясняли очень долго, что ну никто не пьет уже нормально. Итальянцы не пьют в это время капучино. Кстати, сколько у нас времени? Видите, пятый час. Ну мне пообещал хозяин, говорит, ну ладно, я тебе капну молока. Я немножко тебе налью молока, в общем, принес. Я говорю, где мое молоко? Он говорит, ну есть же там молоко? Вот так и скажи, это мое маленькое капучино. Видите? В общем, это мое маленькое капучино. Молока там, наверное, только понюхать. Остальное все должно быть, наверное, кофе. Так, вот где мы обедали. Ну, в принципе, такой поздний обед был. Или ресторанте Казетта Альпина. Ресторанте Казетта Альпина. Хочу сказать, что ребят, конечно, с детьми вот так вот. Я не знаю, если вы с большой, ну, взрослой компанией, ну, тоже классно тут посидеть. Если вот вы садитесь с видом на море, то супер-то. Но, конечно, если вы идете с детьми, ну, вы просто не сможете пройти мимо. Из-за того, что здесь есть вот эти вот надувные горки. Я не знаю, сколько мы тут были. И сейчас я не знаю, как мы ее отсюда уведем. Я ей сказала только, что Розале, покушай свое мороженое, и нам надо будет уходить. Она скажет, нет, нет. То есть она никуда не собирается отсюда уходить. Вот, если вы тут будете гулять с детьми, то вы хорошо здесь отдохнете. Потому что можете спокойно наслаждаться своим обедом, пока детки будут кататься на вот этих вот надувных горках. Итальянцы называют их гантриабели. Кстати, вино мне тоже очень понравилось. Оно немного более кислое по сравнению с тем, которые местное в баре я покупаю. Вернее, свекру мы покупаем в местной контине, в Рува Дипуле. Оно немножечко менее терпкое и немножко более кислое. И послабее. Вот, очень-очень хорошо идет к обеду. Просто супер. Я даже не спросила, что это за местное вино. Так, а сейчас вы слышите детский плач, потому что сейчас эти надувные структуры сдуваются. Так, так, так. Это единственный способ забрать Розалию домой. Хозяин их сдувает. Видите, они падают. И Розалия плачет, потому что она не хочет уходить. Но мы уже возвращаемся, друзья мои. Вы знаете, я сегодня увидела какую-то другую Италию. Немножечко необычную и непривычную. По сравнению с тем, что я вижу каждый день в Апулии. Мы возвращаемся. Хозяин этой структуры, этого ресторана, объяснил, что здесь зона ЗТЛ, поэтому по этой дороге проезжают редкие машины. Ну, например, он может ехать по этой дороге. Или могут ехать его сотрудники. Или другие люди, у которых есть разрешение. Смотрите, кто-то есть на катамаранах. Какой пейзаж! Я обалдею! Так, ну я вижу, здесь уже собирается народ на вечернюю прогулку. Кто-то гуляет с собакой. Кто-то бегает, занимается спортом или выгуливает свой новый наряд. Говорят, по вечерам здесь очень много народу гуляет. Ух ты, какой хороший! Лапку держит. Кстати, смотрите, видите, вот этот бар, который мы проходили, он наполнен всей людьми. Молодёжь пьёт кофе или вечерний аперитив. Ещё один взгляд на вечерний монастырь, который отражается в воде. Монастырь Архангела Михаила. Монастырь Архангела Михаила. Озеро красиво. Друзья мои, всё. Прогулка наша закончена, поэтому мы уже идём к машине. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Что вам понравилось это место так же, как оно понравилось мне. Всем рекомендую, когда вы приедете отдыхать на юг Италии, приезжайте погулять, посмотреть озёра Лаги Ди Мантикио. Редактор субтитров А.Сёмкио.